И криминальная тема на Украине. Политологи, журналисты и силовики комментируют последствия принятия в Раде закона Савченко. Так назвали документ, автор которого ни разу в парламенте не появлялось, но именно с ней теперь связывают резкий рост преступности в стране. Из Киева репортаж Юлии Ольховской. Здесь, в лесопарковой зоне Оболонского района Киева, прохожие недавно обнаружили пакет с расчлененным телом молодой женщины. И страшна не только сама по себе эта находка, но и то, что жестокие убийства в украинской столице теперь происходят каждую неделю. Полиция уже установила личность погибшей. Это 25-летняя учительница из Львова. Преступник до сих пор не задержан. В этот же день возле столичного супермаркета убили студента. 13 ножевых ранений прямо на глазах у прохожих. Нападение, стрельба на городских улицах, похищение людей. Киев все больше превращается в бандитский город. Пулемет или гранатомет сейчас можно легко купить даже в интернете. После запроса поисковик моментально выдает десятки предложений. Разгулы преступности, по мнению экспертов, способствовали и депутаты Верховной Рады, проголосовав за закон, автором которого является осужденная в России Надежда Савченко. По нему сутки, проведенные в СИЗО, засчитываются как два дня в тюрьме. Благодаря этому закону срок заключения сократился уже сегодня 39 тысячам преступников, среди которых, по данным Генпрокуратуры, только 6 тысяч людей, которые совершили тяжкие преступления. Убийства, грабежи, разбои со смертельным исходом. Из них 5 тысяч уже вышли на свободу, а некоторые успели совершить новые преступления и вернуться обратно в тюрьму. Как этот житель Одесской области. Едва покинув камеру, он изнасиловал и убил двух женщин. Сдержали по горячим следам. Сами осужденные приходят и говорят, а вы помните такого-то, такого-то. Да, такого-то он уже сидит. Хотя он вышел буквально две недели назад. Их кто-то ждет, кроме родственников, родных людей. Им кто-то дает рабочие места. Так называемый закон Савченко уже раскритиковали в прокуратуре, требуя внести в него изменения. Те, кто осужден за особо тяжкие преступления, все же должны отбывать свой срок до конца, считает в правоохранительных органах. Вот только сама Надежда Савченко против любых поправок, о чем известила в письме парламент. Украинские журналисты тем временем побывали в колонии и спросили у заключенных, которые теперь массово пишут в суды ходатайство о пересмотре своих дел, готовы ли они завязать с криминальным прошлым. Вы понимаете, такой вопрос утвердительно никто не ответит на него. После таких ответов комментарий, как говорится, излишний. Только в одном Киеве уровень преступности за последние месяцы, по данным правоохранительных органов, вырос на 45%. Особенно вольготно чувствуют себя грабители, не стесняясь оставлять возле квартир, после того, как их обчистили, условные обозначения уже для других воров. Это работает одна группа. Они точно знают, какая квартира и когда была обворована. Самое дерзкое грабление произошло недавно в Национальной библиотеке. Грабитель, представившись сотрудником спецслужб, спокойно вынес из-под носа библиотекарей старопечатную книгу Ивана Федорова «Апостол», которая, как заявляют эксперты, стоит не менее 200 тысяч долларов. После этого украинское правительство решило провести инвентаризацию всех культурных ценностей страны.